добрый день благодарю всех за обратную связь ливан вообще в диком восторге это вот как раз тот оператор который снимает и благодаря кому появляется видео у вас в доме так вот было вопрос о том что такое гипертония и он несколько раз повторялся мы решили снять видео что такое гипертония вообще в наших современных больницах уже начали лечить гипертонию водой кровь у человека она должна быть как водичка она должна быть жиденькая вот если мы на стену сейчас плеснем воды из одного стакана из другого стакана мы плеснем кисель ну понятно что до плинтуса добежит быстрее вода так вот такая должна быть кровь помню сдавала анализы лет наверное пять назад у меня брали кровь это было утро кровь брызнула медсестра в шоке она вы хорошо себя чувствуете а груда и меня можно в космос отправлять ее классический вопрос почему у вас кровь жидкая вы диплом купили наверное она и должна быть жидкая но человек работает в больнице она уже привыкла что у всех кровь густая так вот у нас кровь должна быть жидкая если у вас не жидкая густая кровь то она очень туго передвигается по вашим внутренним венам то есть это речки и по этим речкам она вот с трудом как-то и она очень плохо имеет маленькую скорость и очень плохо поступает голове к сосудам она очень плохо приносит питательные вещества то есть это все туго происходит первое что в вашей жизни это вы не допиваете воды физиологию никуда не отменить то есть если вы в двигатель будете сыпать песочек ну он мягко говоря стукнет и дальше не поедет мы к нашим автомобилям лучше относимся к тем нашему здоровью мы вовремя меняем фильтры вовремя меняем масло прокладки какие-то там резинки подшипники и так далее мы очень плохо относимся к своему организму то есть мы какое попало масло в зиму не льем но в свой организм мы льем кока-колу в кока-колу бросьте печени куриной на ночь к утру ее не будет или кока-колу полейте на ржавчину ржавчины не будет знаете как кока-колу использую летом если межгород съездила поздно если мошки налетели на бампер я бампер кока-колой поливаю чтобы они разъелись вот так я использую кока-колу воду другого применения и нет так вот нужно пить течение дня водички хотя бы литр это минимум лучше конечно полтора литра воду тоже нужно определенную пить и вот когда вы правильно пьете воду в промежутках между еды за 20 минут до еды и час после еды пить нельзя то есть нужно обязательно пить воду недавно ко мне приходила клиентка и она рассказывает про маму мама голова болит тут она грипп перенесла и вот сухость во рту она говорит мама нужно пить воду я не люблю я даже не знаю что сказать вот понимаете что в этом месте сказать да человека запору неделю не какал ему говорят нужно покакать он где не люблю какать мне это не нравится там воняет но это все там внутри интоксикацию как вы не любите да любите вы не любите какая разница это жизненно необходимый важный факт если вы не пьете воду вы у вас внутри интоксикация отравления клеточка клеточка внутри она писает и какает ну допустим представьте вот это вот помещение где мы видео снимаем она закрыта нас ливаном закрыли мы здесь вынуждены писать и какать к вечеру уже здесь нельзя находиться а если в окно втекает вода как бы речкой вытекает ему вот писем и каком воду это все естественным потоком вымывается уносится здесь можно жить вот если вы не пьете воду клеточка вот так же внутри она не моется она не моется хотела видео про про гипертонии получилось про воду ну пускай как будет вот представьте что вы не пьете воды вообще но выпьете какую-то жидкость суп кофе чай и это все у вас спускается вниз туда вниз и там у вас находится уже отработанные материалы языком человеческим какашки и организм на обменный процесс он берет жидкость воду если вы ее не попили то он вынужден ее взять вот он ныряет в ту грязную воду в какашки и вот эту отработанную из какашек воду он берет на обменный процесс вы не удивляйтесь что вас голова болит что у вас давление вот эта физиология просто элементарно пейте воды для начала это первый момент второй момент есть психосоматика гипертонии что такое психосоматика очень элементарно у вас есть внутренний конфликт в плейлистах есть подборка внутренние конфликты и способы их решения 6 видео нарезка с тренингов и женско-мужские отношения там 24 видео это тоже можно посмотреть просто так лежит вот вам в подарок в доступе в открытом так вот внутренний конфликт у вас у вас душа чувствует и осознает один процесс а мозга диктует другой процесс то есть у вас вот это место поругалась вот с этим и у вас идет такая вот мощная война идет внутреннее давление вот мы сейчас с ливаном начнем бодаться бороться то есть друг друга толкать ли у меня будет толкать а я его и вот это вот бодание что произойдет вот какое позитивное будет от этого действия результат какой позитивно да никакой он устанет я устану моего пласта им ся а что мы сделали а вот если мы это же в эту же энергию потратим на другое русло ну там стену например за штукатуре там перенести мебель приборку то есть ту же энергию но мы потратим чтобы допустим приборку сделать в этой комнате но и будет результат а если мы друг друга толкаем ненавидим и да мы друг друга уничтожим он меня измочалит я его измочали его его энергию потратим в никуда так вот вы энергию тратите в никуда вы внутри ругаетесь у вас по какому-то а зачастую не по одному а по нескольким пунктам нету договоренности нету принятия решения согласованности души и мозга и у вас между этим и этим идет война вы воюете у вас очень много внутренних конфликтов незаконченных дел незавершенных незавершенные гештальты гештальт с немецкого действия то есть незаконченные действия я всегда смеюсь покакал и попу не вытер да вот как-то вот так живем вышел из машины машину на сигнализацию не поставил вот если бы приехал мой оператор и сейчас не поставил машину сможет он стоять да у него внутри конфликт будет понимаете что то не сделал я что-то не доделал он даже не знает что он ее не закрыл но у него внутри вот это вот паника будет незаконченные дела выкачивают с нас энергию у меня накопилась часть картин незаконченных и после нового года был момент у людей были каникулы я успевала заканчивать картины заканчивать гештальты вы не представляете какой-то оргазм я вот в соцсеть выкладывала законченные вещи когда ты заканчиваешь это вот прилив а когда у вас незаконченные дела не выкачивают энергию и когда они выкачивают энергию она у вас внизу то есть вы тратите эту энергию на вас не поднимается высшие центры вы внизу у вас внизу энергия вы не хватает энергии звенеть звенеть смеяться радоваться жизни как колокольчик я вот сегодня тоже не звеню у меня три дня тренинг был поэтому прошу прощения голос подсевший чувствуется что энергии не хватает но я-то отработал сутки двое я восстановлюсь мы не могли сегодня отменить потому что уже несколько дней назад назначена была видеосъемка взяла себя в руки и думаю но голова то у меня на месте все равно расскажу я договорилась с собой и вообще договариваться нужно по любому поводу то есть у меня сегодня но сложно немножко состояния я под уставшая и кто-то внутренний чертик говорил давай отменим давай не будем давай потом я послушала себя ну да было немножко не звенит еще какие-то моменты но я договорилась она говорилось потому что я очень люблю левану он такой позитивный улыбается он пришел дал энергии я грудно давай мы снимем какую-то позитивную ляльку я договорилась собой поверьте если бы они сегодня смогла с тобой договориться мы бы не стали снимать видео ну потому что это внутренний конфликт вы не договаривайтесь собой договариваться нужно с собой по каждому самому даже маленькому поводу и вот когда вы не договариваетесь вы на тратить энергию она у вас внизу и вы гундите как я сегодня видео вот если вы видели другие мои видео вы слышите как я там звеню прям вот колокольчиком но я людям отдала у меня три дня был жесткий тренинг я отдала эту просто энергию мне восстановиться нужно а в таком состоянии всегда живете при том что у меня не хватает энергии я все равно стараюсь звенеть радоваться жизни вот понимаете отдать вам этот позитив а когда у нас энергия вниз спускается мы начинаем гундеть в образе пребываем мы выкачиваем жилы с других людей эти другие еще с кого-то на мы не берем энергию от космоса гипертония это вообще легко решается это вот фигня вопрос это не тот случай начать пить воду и привести свои энергии в гармонию начать с собой договариваться принять здесь и сейчас отпустить прошлое мы не можем его изменить если вы живете в обидках значит вы в прошлом если вы страхах вы в будущем сто раз уже рассказывал в настоящем вас нет гипертония это жесткий внутренний конфликт это внутреннее сопротивление это вы знаете как должно быть а реальность не соответствует и вы внутри быкуете у вас внутреннее сопротивление благодарю вас за вопрос благодаря вашему вопросу была возможность вам рассказать всем добра и света любви и процветания за просмотр вы 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 Продолжение следует...